Если правильно распределяется сутки, то можно успеть все. Ученики 25-й фосагрошколы знают, как стать звездой в творчестве, спорте, учебе или в каком-то другом направлении. Секрет прост – надо не сидеть на месте и постоянно развивать свои способности. И чтобы отметить лучших учеников, в школе ежегодно проводится парад звезд – тех, на кого стоит равняться. Я отличилась и в творчестве, и в учебе. Вообще живу в школе, делаю все для школы. У нас тут все творческие, все в чем-то отличаются – и в спорте, и в учебе. И в каких-то музыкальных, и в актерском даже есть. Нужно и тут успевать, и там успевать, везде все успеть и быть молодцом. Звездная конкуренция в фосагрошколе большая. В какой класс ни загляни, везде найдутся таланты. Кто-то блеснул в первый раз, а кто-то уверенно сияет уже не первый год. Поэтому и номинаций в параде звезд было несколько. Открытие года, лучшие в учебе, творчестве, в олимпиадном движении и научно-исследовательской деятельности, чемпион года и другие. Вы все звезды. Кому-то немножко повезло больше, кому-то немножко меньше. Но это как раз повод для того, чтобы оценить, а что не получилось, для того, чтобы в следующий раз это маленькое упущение устранить. Хочется пожелать вам всегда ставить перед собой именно задачу, планку, немножко выше, чем вы можете. Потому что это стимулирует к будущему развитию. Нет предела совершенству. И ученик 8-го Б-класса Егор Филиппов это знает не понаслышке. Он воздушный гимнаст и на школьных праздниках всегда удивляет зрителей яркими номерами. На этот раз, к примеру, крутил обручи. Егор свои способности демонстрировал даже под куполом саратовского цирка. Меня мама с папой очень часто водили в цирк. Там я увидел воздушных гимнастов, эквилибристов. Через неделю-две после того, как я съездил в цирк с родителями, мне купили первый обруч. И я дома стоял, крутил. Вот до такого результата, который я показал сегодня. Ученик 10-го А-класса Игнатий Зайцев во время парада звезд несколько раз принимал поздравления. Он из тех, кто все успевает, да еще и высокие результаты умудряется показывать. Всех заслуг Игнатия не перечислить. Но сам он больше ценит свои победы в Олимпиадах и научные достижения. Мы делали проект по линии компании ФосАгро. У меня был проект «Влияние гранулированного сульфата аммония на рост и развитие растений». Проект был совместно с моей одноклассницей. Мы участвовали в различных конференциях всероссийского, регионального и муниципального уровня. Наш научный руководитель был Галина Дмитриевна, которая нам помогала и направляла нас в этих конференциях. Пожалуй, самые громкие аплодисменты в этот день звучали в адрес педагогов. Филолог Фиалко Абдриашитова и учитель химии Любовь Зимина – те самые наставники, которые отлично подготовили выпускников к единому государственному экзамену. «В этом году наша школа получила целых три стабальника по ЕГЭ. Это лучший результат в городе. Я не знаю, может быть, даже и в области надо уточнить. Благодаря вот этим педагогам каждый из вас на уроках получает знания». В этот день на сцену поднялись и представители Балаковского филиала АО «Апатит». Химиков поблагодарили за многолетнюю поддержку школы и её учеников. «Спасибо, что вы рядом. Спасибо, что вы протягиваете руку помощи и поддержки. Спасибо, что вы поддерживаете детей и педагогов. Спасибо за то, что мы все вместе в нашей единой, любимой 25-й». Фосагра и 25-й школа дружат уже много лет. И эта дружба продолжается даже после окончания обучения. Многие выпускники фосагроклассов поступают в вузы по целевым направлениям от предприятия и потом приходят работать на завод. Десять молодых специалистов, бывших учеников 25-й, уже трудятся в Балаковском филиале АО «Апатит». Школьные звёзды со временем становятся ярче.